всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл в этом обзоре я расскажу все плюсы и минусы недорогого по меркам samsung телефона при том он только вышел и уже недорого стоит это samsung j7 neo но это упрощенная версия по сравнению с обычной j7 если сравнивать 2017 годом она очень сильно от него отличается потому что и стоит дороже раза в полтора чуть ли не в два и там все по-другому давайте же на нем посмотрим более внимательно в комплекте ничего особенного только зарядное устройство и кабель micro usb до samsung как ни странно уже конец 2017 года и почему-то влепили сюда micro usb хотя type-c уже состоялся пора на него переходить абсолютно всем если коротко я скажу об отличиях g7 именно 2017 года во-первых там есть сканер отпечатка пальцев во вторых он металлический неразборный их объединяет правда то что и в одном и во втором этот пластиковый рама даже пластиковая и в одном и во втором можно поставить две сим-карты и карту памяти но здесь по-дурацки сделали я не честно говоря очень не люблю вот эти маленькие симки мне их в руки даже брать они слишком маленькие как-то но он состоялся и состоялся тоже как формат хорошо но samsung как будто очень странно поступил зачем они сделали вот эти мини-сим которые уже года два даже китайцы два года уже китайцы их не используют своих телефонах по моему samsung же еще и влепил сюда такие но можно поставить наносимку как мы видим что я сделал ладно процессор точно такой же единственный видео процессор немножко отличается и здесь за счет того что hd разрешение 1280 на 720 а в старшем брате g7 17 года там разумеется full hd ну и еще здесь нет модуля nfc если для вас это важно но здесь такой же точно качественный супер амолит экран самсунговский пусть и с невысоким разрешением он хороший он классный но свои косяки есть свои плюсы свои минусы скажу сразу многие фишки от старшего брата многие но не все он сохранил например нет уведомлений как это было на самсунгах уже много лет это же супер амолит экраны уведомлений вот именно красивых часов например здесь нет к сожалению тоже решили отказаться ладно по порядку корпус как я говорю полностью пластиковый существует не только черный я взял на обзор именно черный экземпляр есть еще и золотой и серебристый золотой серебристый тоже неплох но там вот здесь на тех точнее экземплярах вот здесь черная рамочка как на сяоми например на черном же рамки мы никакие не видим точнее мы видим рамки аппарата и они просто огромные на самом деле только iphone 6 7 8 таким рамкой может похвастаться больше никто не делает ну и дешевый дешевый для самсунга ребят для самсунга дешевый больше никто так и не делает уже давно рамочки стали меньше и вот эти вот ступы тоже ладно он не очень дорого стоит постараюсь не придираться сразу скажу чем он мне не сильно понравился по большому счету не понравилось то что здесь нет автояркости для меня это печально потому что с одной стороны кому-то может быть это не минус автояркость легко настраивается таким вот свайпом но автояркости здесь нет ну и по большому счету что что сканера нет наверное тоже можно простить не всем он нужен в остальном придираться даже не за что но опять же кому понравится кому не понравится возвратиться в 2014 15 год даже 14 потому что тогда самсунг делал пластиковые телефоны ладно по ощущениям пластик пластик не сильно скользкий но знаете вот например nexus 7 планшет у меня был 2013 года либо nexus 5 обычный без x они выпускались в таком замечательном пластике которую приятно держать в руке для меня загадка почему не делают производители это это намного приятнее любого металла но к сожалению имеем то что имеем телефоны все стали металлические все в общем-то почти на одно лицо пластик здесь обычный телефон по меркам самсунга говорю уже третий раз хочу до вас донести недорогой и ничего особенного нет динамик как и раньше опять же года четыре назад так делать здесь динамик достаточно громкий походил я с ним симку поставил вспышка камера еще одна камера еще одна вспышка две вспышки как селфи сразу расскажу не очень а вот основная ну более-менее сравнить можно со старшим братом в принципе только там 13 плюс 13 а здесь 13 плюс 5 тут наверху идет ремонт но кто живет мы в квартирных домах меня понимает короче по камерам закончу фронтальная камера достаточно средненько основная ну более-менее можно добиться неплохих снимков можно смазать на то и не очень дорогой телефон переходим дальше тогда переходим к процессору как уже я обмыл вас он точно такой же как на старшем брате в данном случае это samsung процессор exynos 78 8 8 ядер до 1 и 6 гигагерца на самом деле немножко отличается видео процессор молитая 830 mp2 это в старшем брате g7 17 года а здесь тот же самый т 830 на mp1 там 3 гигабайта здесь 2 гигабайта оперативки hd разрешение конечно же пошло на пользу для производительности например тест bonsai бичмарк показал fps больше почти флагманский но чудес по тесту antutu бичмарк нет также нет и чудес если мы запускаем танки world of танк на максимальных настройках на самом деле абсолютно никаких чудес и игра идет 20-30 fps не более на максимальных настройках разумеется эту игру я специально использую исключительно для тестов в самсунге есть запись экрана что я сделал как видим 22-30 fps и независимо от того что творится на экране то есть игровым назвать телефон сложно но я думаю те кто его купит будут знать что это не игровой телефон но на всякий случай я все равно все протестировал 2 гигабайта оперативные 16 встроенный плюс поддержка карт памяти микро sd до 256 гигабайт модуля не все нет но есть зато все модули gps глонас и бэйду прием хороший тут ничего не скажешь прием спутников навигации очень хороший в любой стране вы не потеряетесь неплохо неплохо есть fm радиоприемник что тоже радует наверное и если по оболочке то она практически такая же как в других даже во флагам ских самсунгах как я и говорю нет только вот уведомления постоянно горящего экрана самсунговского хорошая фишка но в остальном здесь много всего давайте по порядку тогда и про аккумулятор конце расскажу обзора можно главный экран сделать либо соответственно значок приложения либо его убрать если вам это не нравится дело опять же вкуса отмечу что кнопки без подсветки кнопки самсунговские кнопка она на нажатии не работает только выход из всего то есть она на касание не работает нужно нажимать чтобы выйти в главное меню кнопка список последних приложений кнопка назад если мы удерживаем список последних приложений то мы тогда попадаем попадаем в многооконность штука хорошая на самом деле приложение поддерживает почти все например можно вот так и можно вот так то есть видео плеер в данном случае это видео плеер и antutu benchmark вот она пожалуйста кому нужна функция города я на своем кстати пользуюсь телефоне у меня xiaomi mi max 2 на девятке там появилась по дисплее как и говорил ничего особенного нет единственное конечно же мы можем настроить дисплей адаптивный либо amoled фото amoled либо основной но и настройку цвета опять же цветовой температуры если это вам важно хотя и так на мой взгляд дисплей неплохо не сейчас и поговорим большому счету о чем я хотел вам рассказать быстрый вызов это удобно когда мы находимся в телефоне или контакты то мы можем право и влево действия свайпы делать попадать дел совершать либо звонок либо смс-ку это я пользовался еще на galaxy s3 если память мне не изменяет в остальном больше ничего такого особенного здесь и нет переходим тогда к экрану делаем яркость максимальную и посмотрим тестовые картинки так по-честному на максимум отмечу что дисплей хороший вопросов к нему вообще не возникает мне он очень понравился хороший черный цвет белый цвет удивительно неплох для amoled экрана и пользоваться таким телефоном я думаю вы получите удовольствие от использования телефона он не очень сильно уступает даже более дорогим опять же флагманским телефоном дисплей хорош иногда мне кажется черный цвет конечно же на флагманах samsung он совсем какой-то космический но и здесь очень все неплохо вопросов вообще никаких нет аккумулятора как обещал емкость уменьшилась по сравнению со старшим братом это у нее не удивительно он все-таки дешевле 3000 миллиампер час съемный аккумулятор в реальности если мы говорим воспроизведение видео на максимальной яркости то прокрутил чуть более 15 часов результат конечно же хороший очень хороший если мы говорим о работе в смешанном режиме достаточно среднеактивном я бы сказал звонки смс камера может быть игры мессенджеры и так далее но в принципе полтора-два дня протянет даже с аккумулятором 3000 чудес нет наверное автономность я даже поставлю в плюс но с натяжкой как нормальная автономность точнее плюс с натяжкой ей дам потому что все равно 3000 миллиампер даже для супер амулет экрана это не так и сильно много тогда получается все единственно не рассказал еще о звуках наушниках и не показал вам до конца внешний вид телефона снизу разъем для наушников слава богу его не убирают и звук хороший я бы не сказал что он как-то очень сильно отличается от любого другого самсунга даже более дорогого динамик и соответственно разговорный микрофон разговорный динамик и меня слышно хорошо и собеседник слышит меня хорошо и микро юсб экран несмотря на то что обладает по ощущениям олеофобное покрытие здесь хорошая палец скользит хорошо но пачкается опять же пачкается больше чем на других телефонах как ни странно хотя олеофобка явно здесь есть в целом если вас не смущает что это пластиковый телефон если вас не смущает что этого телефона нет сканер отпечатка пальцев он не сильно игровой но всякие игры это я про танки говорил на максимальных настройках подавляющее большинство современных игр даже шутеры они пойдут нормально все-таки здесь тоже неплохо за счет hd экрана что еще экран в плюс однозначно отнесу и наверное в плюс еще что можно отнести прием глонасс и gps особенности это две сим-карты и карта памяти съемная крышка и съемная батарея отсутствие на все модули если для вас это важно и фишки разные от старших моделей звонки например совершать там все-таки выбирать в любом случае вам телефон я брал для теста в интернет-магазине q.ru если вы будете покупать то будет скидка 500 рублей по кодовому слову кодовое слово здесь на моем канале арстайл под этим видео думайте сами напишите купили бы себе или нет я понимаю что сейчас шквал комментариев будет именно о том что нафиг он нужен когда нет и на все нет сканеры самое главное зачем он нужен такой пластиковый уродский ребят ну я стараюсь максимально объективным быть конечно наверное металлические телефоны более интересные хотя опять же возвращаясь к тому что мне очень нравился nexus 5 просто ощущение невероятно приятный когда держишь руке что-то такое более живое чем просто алюминий металл мое мнение поэтому я чехлами в половину времени сейчас пользуюсь но в любом случае решать вам так-то телефон простой по меркам самсунга по меркам самсунга совсем просто хотя есть еще дешевле такой середнячок скажем некий в любом случае напишите свой отзыв об этом телефоне купили бы себя такой телефон или нет а я же говорю вам до свидания примеры оригинала фотографий ссылка под этим видео будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо а и Субтитры сделал DimaTorzok